Всем привет! Сегодня мы снимаем видео, которое вы так долго ждали, так давно просили. Это будет рум-тур. Это квартира, в которой мы прожили 6 лет, и мы ее ни разу вам не показывали. И сегодня, наконец, это свершится. Начнем мы с комнаты, где мы снимаем наши видосики. Собственно, сейчас мы сидели на диване, где я снимаю свои обзоры. Я сижу на нем. Это какой-то супер дешевый диван, который уже пришел в непотребный вид, поэтому ему мы не будем много внимания уделять. Нет, давай покажем, в какой он непотребный вид пришел. Этот диванчик, это просто знаменитый... Давайте я поставлю вопрос сейчас на исходную позицию, где он должен стоять. Опа! Дик-дик-дик-дик-дик-дик. Чаще всего вы видите его вот в таком положении. Он стоит вот здесь. Блин, это такой позор! Просто я сижу вот тут, в самом центре, и многие даже думают, что вот этой стенки у дивана нет, что это просто голубой фон, но на самом деле фон плавно переходит в диван. И этот диван реально стоил, может быть, тысяч девять, и со временем он просто стал облупляться. То есть вот то, что вы сейчас видите, это мы не просидели своими попками. Мы здесь даже не сидели толком, а просто он разрушается. То есть мы его купили очень дешево по акции. Он нам прослужил года три, наверное, четыре. И вот буквально за последний месяц начал облупляться. То есть вот это то, что скрыто за кадрами. Сегодня мы показываем вам. Кукольный фон, я думаю, многие из вас узнали, но помимо него здесь также есть фоны, на которых я делаю фотографии в Инстаграм. Это черный и фиолетовый фоны. Они вот так вот опускаются у нас. Вот здесь есть специальные штучки. Как в настоящей студии. Легким движением руки. Опускается черный фон. Также тут есть огоньки, поэтому мы импровизируем и делаем фоточки для Инстаграма. Если мы пройдем чуть-чуть вот в эту сторону, то мы перемещаемся сразу в следующую локацию в нашей комнате. Мой кукольный мир, мир моих видосов. Смотрите, вот здесь я снимаю видео. Помимо того фона, который вы только что видели, в последний год, наверное, я стала снимать также на фоне вот этих полочек. Причем у меня в видео задействованы три нижние полки. Поэтому они всегда ухоженные, аккуратные, и там все подобрано под цвет, в тему видео. А две верхние полки, это такой, знаете, склад всяких прикольных штучек, которые я использую для создания вот этого фона из трех полок. Так что здесь много-много всяких ништяков, всякие игрушки, фигурки. А вот это вы, наверное, даже помните, это из Берлина на YouTube-саммите нам подарили. Ну и сейчас Новый год, у меня тут новогодняя атмосфера, буду снимать обзоры на новогодних кукол. Слева и справа вот от этого центрального шкафчика, который служит фоном, располагаются кукольные шкафы. Вот эти шкафчики уже фигурировали в обзоре коллекции на втором канале, но вы видели только их, и сейчас увидите намного больше. Подсветочку, как куклы расположены, все это подробнее можно рассмотреть как раз в обзоре коллекции. Конечно, здесь есть обновление, и когда-нибудь я сделаю еще один обзорчик, но не сейчас. Сейчас нам нужно показать еще очень-очень много другого в этой квартире. Вот здесь у нас еще шкаф. В этом шкафу не кукол, здесь хранятся наши вещи. Не будем ковыряться в личных вещах, давайте. Там прячется техника, я вам не покажу ее, там всякие объективчики спрятаны и все тому подобное. Не только техника, у меня очень много кукольных ништяков, всяких аксессуаров, это тоже здесь у меня ютится. Ну и коллекция разрастается, поэтому есть еще и третий шкаф. Здесь появилась уже полочка с куклами Барби 90-х, и также у меня есть нераспакованный Барби 90-х наверху. Короче, буду формировать новый шкаф. Пока что здесь все немножечко хаотично, но в скором времени буду уже более как-то это структурировать. Так что вы увидели сейчас за кулиси нескольких наших рубрик. Теперь примерно представляете, как у нас тут наши съемочные импровизированные происходят. В общем-то, наша гостиная, как таковой, она, наверное, не является. Мы здесь редко сидим. Наташа бывает здесь что-то монтирует, а в основном мы используем как студию. Всегда просто здесь стоит свет, все нагармождено. То есть сейчас еще более-менее мы так прибрались под съемочку, но здесь хаос обычно происходит. Но на этом диване, на котором я снимаю, мы также и гостей принимали тоже. То есть здесь ночевали наши друзья. Он раскладывается просто. Он раскладывается, и мои друзья просто иногда ночевали заставленные не только шкафами с куклами, да, но прямо под вот этим светом. То есть иногда они приезжали так экстренно, мы не успевали здесь все убрать. И они просто спали в студии, можно сказать, но в тесноте да не в обиде. А вот с помощью этого кольцевого света Наташа частенько снимает фоточки в Инстаграм или в сториз вот на этом коврике. Происходит это примерно вот так. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Распаковочка, например, какой-нибудь посылки бьюти. Я вот здесь все это дело кладу, показываю. На зеленом все время все красиво смотрится. Вот как-то так это выглядит. Мы метнулись сейчас в противоположный конец той же самой комнаты. Здесь у нас стоит телевизор, которым мы никогда не пользуемся. Ну ладно, там пару раз ее включали. В первый год. А за ним прячется кнопочка золотая YouTube. Да, она пока что вот просто нигде не выставлена, хотя мы хотим ее в будущем как-нибудь красиво поставить. Она просто очень большая и тяжело ее куда-то примастить. Многие, кстати, спрашивают, где я храню многочисленные товары из рубрики «Годно или стрёмно», подарки от подписчиков, письма. Все вот здесь, ребята. Это икеевские коробочки пластиковые, и здесь настоящие залежи всего. Давай попробуем чуть-чуть заглянуть, что там. Ну, как бы это мебель из «Годно или стрёмно». Немножко неаккуратно, но... Велосипедико из одного из первых выпусков «Годно или стрёмно». Просто это... Да, кстати. Просто все это часто используется, и я то одно достаю для съемок, то другое, и потом туда складываю. Также здесь какие-то косметические рассылки, которые присылают блогерам тоже у меня что-то здесь хранится. А вот здесь, посмотрите, ребята, видно вон прям куча-куча вещей из «Годно или стрёмно». Вот они. Там что-то из «Годно или стрёмно», но есть и вещи для кукол, которые мне подарили подписчики. Что это такое белое, как вы думаете? Отставьте на паузу, пишите в комментариях. Все, возвращаемся. Возможно, кто-то угадал. Это, в общем-то, наш экран. В другой части комнаты у нас долгое время стоял проектор, мы здесь смотрели фильмы. Приглашали других. Вот этот диванчик у нас переезжал в ту часть комнаты. Там мы сидели с друзьями, смотрели киношки прямо вот во всю стену. Но потом мы решили, что нам все-таки проектор больше пригодится в спальне, потому что в постельке удобнее смотреть фильмы без друзей. И мы перенесли его туда. Прежде чем мы с вами пройдем дальше, должны вам напомнить, что эта квартира съемная. Ремонтик здесь не очень свежий, но мы здесь ничего не меняем, потому что мы снимаем эту квартиру. И неизвестно, может быть, мы сейчас здесь сделаем ремонт, а хозяева нам скажут, ой, мы там решили ее продать через неделю, и все. То есть смысла в этом нет абсолютно, хотя мы в ней живем уже 5-6 лет. Почему мы выбрали именно эту квартиру, чтобы ее снимать? Потому что мы снимаем ее у знакомых, очень-очень дешево. Она находится практически в центре. На метро здесь прямо до Кремля можно добраться за 10 минут. И здесь три станции метро, рядом, в пешей доступности. Это как будто квест какой-то найти нашу квартиру. Секретик такой, кто разгадал, где же мы живем? То есть это получается такой экономный вариант, и вы находитесь практически в центре. И здесь две комнаты, то есть квартира большая, высокие потолки, и мы можем тут отвезти целую комнату под студию, принимать гостей, и это очень комфортно. Ну, а остальные комнатки такие, какие есть. Так что давайте посмотрим, где мы жили 6 лет, и где я красилась для своих обзоров. Мы с вами перенеслись в коридор, в общем-то, там вход в квартиру. В принципе, вот это можно считать как отдельную комнату. Здесь очень много места, высокие потолки, то есть есть где разгуляться даже в коридоре. И здесь у нас шкафчик со всякими тоже нашими ништяками, косметикой, духами. Мой уголок, где я крашусь, видите, какие мне штучки Руслан организовал. То есть я здесь практически как в профессиональных студиях. Как видите, не все огоньки горят, потому что слишком ярко, когда все включены и меня слепят. Но они все работают. Да, они все работают. Просто мы их выключим. Косметики у меня очень много, поэтому она распособлена по разным местам. Ну, я блогер. У меня здесь, причем это, по-моему, для канцелярии или для чего-то упаковки из Икеи. У меня здесь косметика. Вот здесь у меня огромный чемодан неподъемный. Здесь только помады. Тут у нас зарядочка. Мы вам показывали ее в одном из видосиков. Любые наши устройства сюда подходят. Мы так ставим, и они заряжаются. Тут собраны вещи вообще из разных временных промежутков. Мы сюда и фотки ставили. Вот, например, это, наверное, было 6 или 7 лет назад в Америке. Куплено, и фотка тоже оттуда, из того путешествия. Фотка из постельки в Майем. Самое крутое местечко здесь мне вот это нравится. Это со всяких мероприятий бейджики, которые нам выдавали. Смотрите, вот из недавнего Абу-Даби Экспириенс, ВК-фест. Я вот артистом был, выступал там. Шутка, не выступал. Просто там блогеров тоже подписывали, артист. ВК-фест снова блогер-спикер. Видеожара блогер. И самое крутое, самое трофейное, самое раритетное. Нет, не раритетное. Как самое эксклюзивное, что здесь есть, и самое мое любимое. Это бейджик с Комик-Кона в Сан-Диего. Его бы еще, конечно, найти. Наталья Берсинева. Такая же есть Авдей Фурслан. 2015 год. Прикнись, как прошло. Это наша такая памятная висюлька. Выглядит уже так странно. Ну, у нас еще здесь памятная доска целая. Вот это вообще уже действительно раритет. Это было супер давно. Это когда мы только въехали в эту квартиру. Наверное, первое, что захотел немножечко здесь такого внести дизайн. Не знаю, получилось или нет, но вроде неплохо смотрится. Мы повесили всякие наши фотографии любимые. Это поездки, совершенные до появления блогов. То есть мы здесь еще не блогеры. Да, мне кажется, в Инстаграме даже эти фотографии... Есть, есть, есть. Какие-то есть, да, потому что Инстаграм уже давно существует. Но здесь есть даже путешествия, где мы с Русланом по отдельности. Вот, например, в Непале он был без меня, а я без него была в Великобритании. В Непале это рядом с Эверестом, поэтому здесь написано рядом с Эверестом. Это я подписывала. Но это не полароидные снимки, это сделано в стиле полароида и распечатано. Моя самая любимая фотография. Не знаю, она мне прям очень нравится по цветам, такая классная это из Нью-Йорка. В коридоре у нас много шкафов. Здесь зимняя одежда, курточки всякие. Тут у меня висят сумки, часть сумок, которые я в последние дни с собой носила. Вот, так что, в принципе, здесь ничего суперинтересного. Вот самокаты у нас там хранятся, суперкрутые, мы их очень любим. Суперкрутые. Ну, суперкрутые они... Обычно самокаты, они даже не электрические, потому что... Но они суперкрутые для нас сами. Для нас, да, суперкрутые. Потому что, ну, как-то хочется хоть немножечко спортика, там, ножкой пошевелить. А то сейчас все на электроскутерах гоняют и... Кто-то, видно, ты такой спортивненький. Да. Скласс. О, спорт и жизнь. О, у меня же здесь супердорогой фен. Я недавно выложила видео, где пела в него, и там все комментарии были не по теме видео, а по теме фена. Рассказываю, мне его подарили на мероприятии, вот так. Свезло. Фен, да, неплохо, неплохо. Русик тоже им пользуется. Здесь у нас висит чудо-женщина, чудо-баба. Я, на самом деле, уже забываю периодически, что мы где повесили, но недавно пришел курьер, такой смотрит куда-то и говорит, о, вы фанаты DC? Я такая, что? Но потом поняла, что он сюда смотрит. Я не то, что вы фанаты DC, но чудо-женщина мне нравится, у меня даже есть Барби в ее образе. А здесь у меня вообще-то Кэрри Брэдшоу, вот честно говоря. Но как-то так вышло, что мы ее закрыли моим портретом, и теперь это какая-то непонятная смесь Кэрри Брэдшоу и меня. Кэрри Берсик. Кэрри Берсик. Вот так вот. Этот портрет мне тоже уже очень давно нарисовали, девушка подарила. Здесь у нас висит большая рамочка с фотографиями с мероприятий. Это фотки из фотобудок. Почти на каждом мероприятии от какого-то бренда есть вот такие фотобудки. Мы здесь с блогерами фоткаемся и решили вот сюда повесить. Она, кстати, разбита, потому что наш друг ее уронил, когда он здесь стоял. А теперь переходим в нашу спальню. Спальня-мой кабинет, в котором я монтирую видосики. Пойдемте, пойдемте, не стесняйтесь. Здесь в углу находится мое рабочее место. У меня два монитора. Тут программа, в которой я работаю. Потом я параллельно здесь работаю, а параллельно смотрю наш каналчик, чтобы просмотров побольше было. Лайфхак. Тут снова висят наши фотографии. Это все из той же... С прошлой жизни. Видите, тут 2012 год, 2013. Очень классные воспоминания, которые греют душу Руслашику, пока он монтирует. Я так раззадираю голову, так, ну, как было классно. Какие были молодые. Вот на этом стульчике сидит Наташа. Если мы какие-то правки делаем, я говорю, Наташа, присаживайся. Вот это она как к начальнику приходит. Ага, конечно. Я прихожу... Так, Наталья, давайте, что вот здесь, вот правочки какие-то? Я прихожу как начальник, и своему сотруднику говорю, так, неправильно переделать все по новой, все плохо. Ну, в общем, мы здесь вместе, да, начинаем процесс всяких вставок. Вот здесь у меня прячутся жесткие диски, на которых прям все-все-все видосы, все исходники спрятаны. То есть можно найти прям любой видосик не смонтированный. Или еще раз смонтировать его. А вот тут у Русла коллекция упоротых котиков. Ой, да, кстати. Это присылают подписчики котиков, бывает. И я выбираю из них самых упоротых. Вот, в общем-то, они здесь у меня сидят. Ну, вы видите, да, что они прям как следует упоролись. Помогите, они говорят. Каждый раз, когда у меня новая посылочка, Рус такой, нет ли там упортовых? Ребят, если знаете, что это вообще за серия таких упоротых котов, напишите, пожалуйста, мне прям очень интересно. Здесь хранится моя одежда. На самом деле, не только здесь, еще и в других шкафах. Потому что у меня очень много одежды. Я мало что выбрасываю, потому что мне для образов, для видео, для определенных кукол нужна какая-то одежда, которую я уже не ношу в обычной жизни, но храню на всякий случай, если это нужно будет для съемок. Поэтому я в одной футболке уже седьмой год хожу. Я сказала, что я не выбрасываю. Мне не осталось места для одежды. Я не покупаю одежды, потому что даже некуда положить. Наташа вся шкафа у меня отняла. На самом деле, пару шкафов там я использую. Вот так немножечко. Мини-полочки мне выделили. Здесь просто какие-то рандомные вещи сюда попадают. Например, косметика, именно уходовая больше. Также здесь есть коробочка с моими ободками всякими. Я даже могу показать, наверное. Тоже для видосов, для образов. У меня здесь хранится огромное количество ободков, повязок, всяких украшений, которые тоже никому не отдашь и не выкинешь. А вдруг какая-то кукла будет именно в таком образе, и мне это понадобится. Это всякие косметические штучки. Принтер также у нас здесь. Сканер. Планшет, на котором вырезаются заставочки. Вот так я беру, так чик-чик-чик-чик. Удобнее, конечно, чем щелкать по тачпаду. Трекпад или тачпад, не помню. В нему щелкать. Тут зеркальце в полный рост, где я луки примеряю. А над ним... А вот здесь у нас флаг Таиланда. Мы его привезли из Таиланда, потому что, ну, как-то вот так у нас он оказался. Решили повесить. Таиланд нам тоже... Много с ним у нас чего теплого связано. Сам он тоже теплый. И флаг нас греет с темным Таиланда. Короче, мы Таиланд любим. А это рабочая доска, как в офисах. Знаете, бывают там типа цели, задачи. Мы все это здесь пишем. Ну, давай, что мы сейчас напишем? Давайте напишем. Задача номер один. Смонтировать room tool. И сердечко. Из офиса мы переходим плавно в спальню. То есть это у нас в одной комнате. Постелька за шкафом мы ее называем. И каждый раз по ней скучаем. Даже где-то находимся за границей. Постелька за шкафом, она такая уютная. Мы ее так любим. В узких кругах мы ее даже называем проклятая постелька. Потому что Руслан иногда любит приложиться. И она его забирает. Потому что от моего кабинета до постельки, как вы догадываетесь, один шаг. Устал, прилег, заснул. Все, видос не смонтировал. Наш друг-моряк просил передать про эту простельку, что это просто ворота в царство Морфея. То, что он ее, короче, все время, знаете, он сделал из нее мем. И теперь мы все время с нее угораем. И если Руслан здесь, не дай бог, заснет, я говорю, что его забрало проклятие постельки. Ну, наверное, это все из-за вот этого шкафа. Потому что оно создает какое-то ощущение обособленности. То, что ты спрятался здесь, как в домике, и уснул. Здесь у нас проектор. Сзади вас находится экран, на котором мы смотрим. Киношки. Просто посмотрите, как это шикарно. И представьте, какое мы здесь получаем наслаждение, когда смотрим какой-нибудь сериальчик. Поэтому мы сериальчики не смотрим. Потому что на них подсаживаешься жестко. И просто выпадаешь из жизни. Это он там. Я вообще фанат сериалов. Если я какой-нибудь сериал начну смотреть, я могу посмотреть 3-4 серии за раз. Именно поэтому я их не смотрю. А мне обидно, потому что я смотрю дозированные. У меня есть терпение. Но из-за Руслана мы в итоге их не смотрим. Только исключение сериала, который с законченным сюжетом в каждой серии. Например, Черное зеркало. Тогда он держится. У нас была история, когда был сериал Breaking Bad. Это, наверное, единственный сериал, который я прям от начала до конца с захлебом посмотрел. Это Breaking Bad. Это было еще в той комнате. То есть на большом вот этом экране во всю стену мы смотрели. Вот там было по 3-4 серии. И мы просто выпали из жизни. Может быть, вам покажется, что вот здесь слишком низко висит проектор? Мне вот так тоже кажется. И я вот безумно неуклюжий человек. Надеюсь, я никогда где-нибудь не спотыкнусь и не упаду на него. Потому что тут так это остренько. Но пока что норм. Мы его вот так убираем иногда, чтобы он совсем не мешался. Именно потому что, да, я периодически спотыкаюсь. Мне кажется, я обславила здесь все углы в квартире. Именно маленьким пальчиком на ноге я убилась обо все углы. Кстати, это Жиза, я уверена, у многих так же. Поэтому пишите в комментариях, кто тоже так. Нет, ты такая одна. Нет, так у многих. И смотрите, здесь на внутренней стороне шкафа висят фоны, на которых мы раньше снимали. Видео на кукольный канал. Узнаете? Вот он. Фончик, который очень долгое время там висел. А на этих фонах мы фотографировали куколу. Есть некоторые фотографии с ними. Жаль, здесь нет фона, который был как скатерть, помнишь, который чуть-чуть поблескивал. Скатерть Монстер Хай. Это была прям такая, ну, по сути, клееночка. Но несколько видео на этом фоне тоже есть на канале. Мы купили что-то где-то очень дешево. Это для праздников? Да, это скатерть для праздников была. Она очень жестко бликовала, поэтому не выжила она в качестве фона. У нас здесь на прикроватной тумбочке тоже парочка моих кремов. Клевая лампа, потому что ее можно выключать с помощью телефона. У нее разные цвета. Но мы про нее вам подробно рассказывали в другом видео. И если мы уберем с вами экран. Мне кажется, многие не узнают этот фон. Он пару раз буквально фигурировал. Несколько раз, да. Это фон для канала Days of Pears. Он нам показался сначала таким ярким, прикольным. Он, по сути, такой есть. Но в итоге как-то не зашел нам на длительное время. Потому что слишком он такой прям, ух, желтый, разноцветные конфеты. И вот пока здесь ютится. Все, поставим его там. Кстати, пишите в комментариях, если помните видео с конфетным фоном. И кидайте ссылочку. И другие посмотрят на это видео. Вот здесь лежит турничок. Я мечтал, чтобы у меня был в квартире турничок. Чтобы не надо было идти долго до спортзальчика. Такой встал с утра, подтянулся. Почему же он лежит здесь, а не висит на стене? Я пытался его повесить. Там даже есть кусочки болтов. Но дом старенький такой уже, ветхий. И, короче, турник срывается оттуда. Невозможно его там закрепить. Русик, да, уже не маленький мальчик, тем более. Приходится и ходить до спортзала. Но все равно я там не частый гость. Как вы заметили, наверное. А по дороге на кухню мы покажем вам холодильник. Это отдельный экспонат. А заглядывать будем? Нет, не будем. Заглядьте в холодильник. Вдруг там мышь повесилась. Первое, что вам бросается в глаза, это наличие алкоголя. Да, ребята, мы пьем алкоголь. Но не сильно часто эти бутылки здесь. Они такие в качестве гостевого барчика стоят уже. Долгое время приходят гости, и мы их угощаем. Да, у нас есть даже бутылочка Майот, которую мы храним на какой-нибудь особенный случай. И этот особенный случай будет, когда мы, наверное, наконец-то переедем в нашу квартиру. Надеюсь, это очень скоро случится. Тут, кстати, есть пруф того, что мы не пьем тут пыль. Можно рисовать, смотрите. Вот так любую бутылочку берешь. Прикинь, сейчас берем бутылку водки и такие, опа, там пыли нет. Не, она точно пыльная, потому что она стоит с какого-то праздника прошлогоднего. Но если к нам приходят гости, то мы, как гостеприимные хозяева, им предлагаем что-нибудь выпить. Так, есть, кстати, из Таллина, помните, ликер мы привезли недавно? Вот, кстати, той ночью, тем вечером мы его весь не выпили. Вот он, полненький. Да, до сих пор стоит, ждет своего часа. Ну, а вообще, я вела-то к холодильнику по причине того, что это наша магнитная галерея. Все вы знаете, что мы любим путешествовать. Привозим оттуда магнитики всякие разные прикольные. Также здесь есть немножко рисунков от моих подписчиков. Не могу сказать, что это какие-то самые любимые или избранные. Просто вот мне захотелось их когда-то повесить. Они уже очень давно здесь висят. А так у меня все рисунки любимые. Они хранятся вот в тех коробочках, которые вы видели. Наверное, вот на стенке морозильника самые топовые магниты, потому что здесь магниты из наших самых любимых путешествий. И котики из Санкт-Петербурга, которых мы совсем недавно привезли. А вот этот магнитик тоже особенный, потому что нам подарил его сын нашего друга, которому год, поэтому он не понял, наверное, что он нам его подарил. Просто, короче, мы у него отжали, походу. Нет. Подарил нам его папа, его, ну, как бы, позиционируется, как будто нам это Максюша подарил. И здесь написано, котик космонавт летает и звезды открывает. Смотрите, какой упоротый кот. Мне кажется, мы какие-то фанаты упоротости. И наш друг моряк, кстати. Это именно он снова, и это его сын нам подарил. Он следит, что этот магнит у нас никуда не исчезает и всегда на холодильнике, мониторит его. Покажу вам вот этот магнит, он просто огромный. Это Будапешт, и его фишка в том, что это настоящая открытка. То есть он пришел к нам из Будапешта с Марочкой. Сами себе мы его отправили из Будапешта. Классный. Открытка-магнитище. Подробный обзор того, что внутри холодильника я, пожалуй, делать не буду, потому что это, мне кажется, тема для одного полноценного видео. Ну, давайте заглянем, потому что по счастливой случайности он заполнен полностью. Мы недавно приехали от мамы, и она надавала нам контейнеров еды, борща. Так что мы сытые блогеры. Спасибо маме. Готовить не всегда получается. Очень много времени уходит на съемки сценарий, поэтому это вот выручает периодически. Но готовить люблю, иногда готовлю. Покажу вам где. Здесь у нас еще одна рамка с фотками из фотобудок. Даже есть фоточки с моей работы. Смотрите, офисные. Это у нас была корпоративная вечеринка в стиле хиппи. И еще одна доска с фотками в стиле полароид. Уже четвертая в этом доме. Мне кажется, их можно было бы сделать еще больше. Все вы знаете, как у нас много фоток из путешествий. Ну вот. Все гости, кто приходит, они пока идут на кухню, чтобы чай попить, вот здесь вот залипают. Кто-то даже находит себя. Вот здесь, кстати, даже можно найти оператора, который сейчас это снимает. Это наш друг, например, помогает снимать это видео. Вот он тут есть на этой фотографии. Его зовут Илья. Давайте все скажем ему спасибо большое, что помог нам снять ром-тур. Так, и куда мы сначала? Наверное, занырнем в ванну? В ванну. Все прилично там. Все убралось. Мы вообще всю квартиру убрали, Руслан, перед этой съемкой. Специально для вас. Два дня занимаюсь этим. Так. Так как вы только что услышали, что мы немножко прибрались, я вам скажу честно, обычно здесь понаставлено больше всего. Потому что, когда ко мне приходят какие-то новые маски или новые еще какие-то штучки, то я это все вот сюда хаотично расстравляю, пробую. И сейчас я оставила такое умеренное количество. Так что, в принципе, вот тут всякие косметические средства, щеточки, большое зеркало. Паста, кстати, у нас почти всегда тайская, потому что она очень крутая. Это можно сказать, как порошок зубной. Просто туда, сейчас я вам даже покажу, просто туда окунается вот так щетка, чпоньк, и чистишь зубки. Русик так подсел на эту пасту, что даже от обычных отказался. Видите, у нас даже нет пасты. Необычные, просто уже кажутся очень приторными. После этой пасты, обычная паста очень сладкая какая-то кажется. Есть ирригатор. Зубной врач мне сказал им пользоваться, но я не дисциплинированная в этих вопросах. Он у меня в основном покрывается пылью, к сожалению. Ну, впрочем, все. Такая ванна, она, кстати, довольно большая. Давай расскажем историю, которая здесь произошла. Как-то я уехал навестить бабушку, и тут звонок. Наташа мне звонит, и что-то мне тогда сказала. Короче, мы с мамой были в комнате, она приехала в гости в тот день. И по счастливой случайности вот мы были дома, потому что здесь тупо сорвало кран. И вода фонтаном фигачила в потолок с огромной силой. То есть она изливалась, как вот настоящий городской фонтан. Это был просто шок. И можно увидеть, в принципе, как вот здесь побелка отлетела от этой воды. Потому что прям фонтанировала так. Она билась вон туда как раз, где все отлетело. Все просто отсыпалось на пол, и мы тут ходили просто водичкой шлепали. Ну, я начала на панике, да, все это убирать. И каким-то чудом мы не затопили соседи. Я не знаю как, но я сразу побежала в ЖЭК. Бегом, мокрая вся в этой воде. Но мы... Если бы нас не было дома, то все. Было бы жестко. Соседи бы утонули все. А еще тогда не стояли краны, которые перекрывают воду. И мы, то есть каждый раз, когда куда-то уезжали, мы, в общем-то, рисковали. То есть без нас могло здесь затопить бы несколько этажей вниз. Русик, что, у меня много баночек всяких в ванной? Очень много. Тут половину поныкали какие-то там, выкинули. А так их... Я не знаю, как это работает у девчонок. Они заставляют просто любую полочку. Я здесь прикрутил. То есть вот этой полочки не было. Там еще есть целая огромная полочка. Это все свежее я прикрутил. И оно прям заполняется моментально. Мужчины, не прикручивайте своим дамам лишние полочки в ванной. Они их заставят очень быстро. На самом деле идеально, когда шкафы есть в ванной. Просто здесь нет шкафчиков. Поэтому все на виду. Так бы я все попрятала в шкафы. Но я считаю, что у меня очень мало косметических средств. Потому что я не сильно как-то заморачиваюсь. Прям по каким-то десяти этапам ухода. То есть у меня есть самое-самое основное. Я считаю, Руслан. Так что не бухтит. Напишите, кстати, в комментариях, у вас столько же косметики или больше. Я уверена, что многих больше. Покажем наш трон. Туалет. Но на самом деле здесь вообще ничего интересного нет. Кроме одного моментика. Мы каждый раз удивляем гостей. Которые пришли тем, что на внутренней стороне двери, как раз когда они усаживаются на трон, они видят страшную картинку. Она какая-то вообще пластиковая, дурацкая. Мы ее купили на распродаже после Хэллоуина. Они там продавались еще за копеечки. Короче, она там превращается в скелет. И некоторые реально очень пугаются. Ну, это чтобы побыстрее просто у вас процесс здесь произошел. Для этого она там висит. Все пойдемте из туалета на кухню. Здесь у нас уютненькая такая, знаете, советская кухонка, которую мы уже успели полюбить. И наши гости тоже успели полюбить. Даже бояться, что как же мы отсюда, если когда-нибудь уедем, потому что уже прям срослись с ней. Сколько здесь было чаев и выпито. Сколько было ударов головой вот об эту тумбочку. Вот здесь вот бывает, когда в гости к нам приезжают, здесь сидят так. Хрест! Башку я об этой головочке. Не забывай про меня. Там встанут резко и прямо обменяются. Но я уже привык. Я то есть прячусь. Много здесь пострадало людей. Вот так вот. Ну, есть мандаринки. Новогодние? Мы эту тумбочку снимаем перед Новым годом. Не знаю, какой сейчас у вас там, день, месяц. Но это было перед Новым годом, а мы кушаем мандаринки. Сейчас не будем кушать. Сейчас доснимем и скушаем все. Здесь у нас висит стиральная карта мира. То есть на этой карте можно монеткой стирать страны, где мы побывали. Как видите, в России мы как будто не были еще. Ну, я считаю, что в России мы просто мало где были. Когда хотя бы до другого конца доберемся, тогда сотрем. И как видите, почти на каждой стране есть маленький такой черкашек. Ну, а что, черкашек. Потому что у меня приехали племянники, и моему Виталику, племяннику, захотелось узнать, какие цвета прячутся под каждой страной. И он, представляете, сидел такой. Немножечко нахулиганин. В какой-то момент я такой смотрю, Виталик, а что ты делаешь это? Мне интересно, нас цвета посмотрите. Дети любознательные, ну что поделать. Ну, и мы не скажем, что мы к этой карте как-то супер, знаете, серьезно относимся. Она здесь просто по фану висит. Так что, ничего страшного. И календарик у меня здесь. Ваше счастье, что здесь декабрь. Это удивительно, потому что три дня назад я поняла, что там август. Просто мы его забыли перевернуть, и мне было обидно, потому что там такие милые куколки. А тут у нас на подоконнике всегда сидит котик и смотрит в окошко вдаль. Поскольку у Наташи аллергия на котиков, пришлось нам вот такого котика завести. Этого котика нам прислали подписчики. Он тоже упоротый. Та-да! Я бы его назвала «пстратый кот». Не могу другое слово подобрать. Язычок пластиковый. Здесь я готовлю. Как я уже сказала, я люблю готовить, поэтому это у меня очень в ходу место. Часто копы и даже не знают, как плиту включить. Видите, как прокол будет? У меня раньше была специальная штука для того, чтобы зажигать. Это же газовая плита, но потом она сломалась, и я уже люто поджигая, просто зажигала. Я уже наловчилась. Также у меня здесь мультиварка. И тоже очень часто пользуюсь. Котлетки очень крутые в мультиварке получаются. Да, я делаю их в режиме пароварки. Рекомендую. Руслану очень нравится. Не насковородил этим маслом. Да, более полезно. Да, готовлю я в основном всякие там пюрешки, котлетки, в общем, домашнюю еду, супчик куриный, бульончики. Вот, так что Русик сыт, видите? Вот, а если, смотрите, Наташу поставить вот так вот, вот смотрите. Что значит, если Наташу поставить? Если Наташу поставить вот сюда, вот так вот дать тарелочку, то вот здесь вот у меня, ребята, находится посудомойка. Турочок. На самом деле я люблю мыть посуду. Я ее люблю мыть, но никогда об этом не рассказываю Руслану, чтобы он ее тоже мыл. Хотя бы иногда. Смотрите, какой есть пресс, что мы сняли это видео. Узнал небольшой секретик. Не знаю, мне нравится очищать посуду. Я получаю какое-то удовольствие от того, что здесь в кухне становится чисто. Вот, поэтому это такое мое место чистоты. Люблю, когда здесь прибрано. Здесь у нас микроволновая печь, а на ней стоит телевизор. Телевизор, небольшая история про телевизор. Это мой монитор, очень-очень старый, ему лет 10, наверное. В общем-то, это монитор от компьютера. Он легким движением руки превратился в телевизор, потому что я в него воткнул к Xiaomi приставку, я не знаю, как она называется. Короче, теперь мы смотрим YouTube, телевизор, потому что она работает через интернет, и все это можно на ней делать, короче. Обычный монитор превращается в телевизор. Это все произошло где-то два месяца назад. То есть мы прожили, получается, практически шесть лет без телевизора вообще. Я немножечко страдала, потому что любила на кухне посмотреть телек, ну вот раньше. Мы, конечно, заменяли это YouTube на компьютере, вот. Но сейчас мне нравится, что я могу и канал пощелкать по старинке. Здесь у нас стоит колоночка Google, потому что Наташа любит на ней ставить там таймер, там всякое такое. Ну, вы помните, нам ее подарили в Берлине на YouTube-саммите. Нам подарили мини-голосового помощника от Google. Она, кстати, заговорила на русском в этом месяце буквально. Окей, Google, как дела? Жужу не тужу. Вообще молодец. Ну, я обычно, когда готовлю, прошу ее, например, окей, Google, поставь таймер на 20 минут. Окей, 20 минут, время пошло. И я уже знаю, да, что у меня картошечку пора сливать. В общем, это удобно. Ну, вот вроде бы и все. Мы показали вам всю нашу квартирку, в которой мы сейчас живем. Теперь, наверное, многие из вас убедились, что мы не живем в пентхаусе, как, наверное, многие так думали. Потому что, еще раз повторюсь, мы уже говорили в прошлом видосе, но какие-то наши новые друзья заходят в гости и такие, мы думали, вы живете как минимум в двухэтажной квартире шикарной. Нет, это не так. Мы достаточно скоро не живем. И эта квартирка, конечно, уже навсегда останется в нашей памяти. И прям много здесь очень уютных памятных мест, которыми мы сегодня поделились и с вами. Но как бы мы ее не любили, конечно, хочется уже переехать в свою квартирку. И расскажем вам по секретику, что мы уже к этой цели приближаемся, работаем над этим, стараемся. Так что, возможно, уже скоро будет рум-тура из другой квартирки. Мы очень надеемся, надеюсь, вы тоже будете за нас рады. И ставьте лайк, если вам понравилось это видео, если вам было интересно. Вообще, проявляйте активность, потому что я, честно говоря, очень волновалась перед съемками этого видео. Как-то волнительно было показывать все, поэтому очень жду вашу поддержку, ждем вашу поддержку. Спасибо, что посмотрели видео. Пока, увидимся. Пока-пока, до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok